итак здравствуйте дорогие друзья за бортом 16 градусов дождь хорошо у нас сегодня бритье сегодня будем бриться супер-пупер обалденным королевским набором хотя в принципе благодаря александр тут наверно будет каждое бритье обзывать королевским набором но тем не менее ребят роквилл хотел оставить напоследок причина проста там 6 плит хотел со всеми плитами разобраться чтобы поподробнее вам все это показать но вначале один человек написал в комментарии 2 3 и я понял что роквилл то на слуху роквилл интересен поэтому сегодня бриться будем роквиллом 6s посмотрите на него и на всех наших героев сегодняшнего обзора поподробнее первый герой нашего сегодняшнего обзора станок роквилл разор 6 с почему 6 потому что у него 6 плит для разной агрессивности бритья это вторая ревизия станка выпускается и поныне первая была забракована отозвана и заменена на вторую помимо самой неудачной конструкции станка также была и коробка неудачно регулировочные плиты лежали поперек поперек них еще укладывался и сам стану во время транспортировки естественно шоркался по плитам и приносил плитам увечья что не есть гуд в коробке вы найдете помимо самого станка возможно вот такая вот подставочка но подобное не помню это от него или нет но она в комплект не входит ее нужно покупать две плиты регулировочные и одна установлена плюс родные лезвия роквилл шведис станли стилл вначале планировал побриться на них потом передумал потому что слишком много всего незнакомого и станок и лезвие надо выбирать что-то одно подставка работает вот таким макаром продается отдельно длина станка в принципе с достаточно соизмерима сама ручка 85 миллиметров до 8 половиной сантиметров 121 грамм практически голова отдельно ручка отдельно как вы успели догадаться станок трех составной сама ручка имеет накатку посередине ровненько идет помимо того что это сделано из нержавейки еще очевидно какое-то покрытие что-то здесь такое присутствует верхняя часть состоит из нижней плиты и верхней плиты верхняя плита имеет резьбу которая вам позволяет прицепить все это практически к любым ручкам мюрле имеющим подобную резьбу держится без люфта не болтается нормально точно так же подходит ручка изготовленная Дмитрием Тойкиным резьбы совместимы регулировка агрессивности происходит за счет изменения конструктива самой плиты сейчас мы начали сначала здесь последняя плита которая имеет номер пять и номер шесть но это единственная плита в таком порядке потому что эти несколько разбросаны здесь получается первая и третья это наименее агрессивная вторая и четвертая это уже практически серединка Александр владелец станка он выбрал себе четвертую позицию и бреется постоянно на ней понятно что чем меньше цифра тем меньше агрессивность чем больше цифра тем больше агрессивность мы сегодня с вами попробуем побриться с лезвием физер которое уже два раза было в деле на шестой степени агрессивности чтобы понять на чем вы сейчас бреетесь достаточно посмотреть на низ станка если здесь шестерка значит у вас шестерка если бы мы плиту положили вот так значит мы бы брились на пятерке мы поставим на шестерку в рамках то еще я в том дне повторить в седере и поэтому детьку в моток то это уговорить с т האר вы и ввести из нержавеющей по имеющимся у меня данным если кто-то именно располагает другой информации ребята в комментариях дайте знать вот так выглядит станок каждая плита в отдельности выглядит вот так агрессивность меняется конструктивом плит я уже сказал и получается если первый номер мы берем то расстояние между вылетом лезвия и самой гардой будет самым минимальным а если мы берем 6 как мы сейчас поставили то расстояние будет максимальным за счет этого меняется агрессивность вот посмотрите на картинке со станком разобрались следующий герой нашего обзора это помазок от компании симпсонс чубе 3 манжур манжурец помазок чего скрывать ну премиум сегмента одни размеры только о чем говорят диаметр узла 28 с половиной высота узла 54 до 54 высота полностью 102 миллиметра ручка 48 миллиметров ощущение в руке чего-то монументального настолько больших ну я их видел конечно но в руках еще ни разу не держал у симпсонов данный момент их нет стоки я так понимаю что они делаются по предзаказу чисто визуально это зверь монстр посмотрим каким он будет в деле даже так ощущается плотность набивки следующий герой нашего обзора это мыло fine platinum classic shaving soap приходит вот такой коробки ну и последний герой нашего обзора авто шейф франки сенс энд мерс мерс ну soap smooth вы ребята все знаете я вам так и скажу что без севы никуда и даже здесь не обошлось сегодня будет вот этот авто шейф пошли наверх и и прежде чем начать хотел бы снять пьедестала зенит и лишний раз сказать по предыдущему обзору ребят зенит бомба зенит вещь добрым словом его и во время бритья вспоминал и сейчас вспоминаю зачет по пятибалльной пять с половиной однозначно зачет займемся мылом fine фирма fine как оказалось достаточно хорошо известна я на нее обратил внимание после того как искал себе косарез и один из людей в комментариях написавшего голову ребята морочите берите таки себе fine и будет вам счастье я заинтересовался что за fine такое то кто такой нагле что взял и обозвал свое изделие прекрасно стал разбираться да на самом деле есть такой станок да сделан не совсем обычно да не из обычных материалов но он существует а потом оказалось что это не просто стану что это целая фирма то есть предприятие под названием fine который выпускает свою продукцию для бритья помимо станка каца выпускает еще и многое другое в том числе и мыло компания находится в америке за ароматы фоне вам скажу так поднакомился совершенно случайно вместе с той посылка которую рома из израиля переслала ромает если ты смотришь это видео так и тебе привет и израилю тоже если повезет не в этом так следующем году я приеду к вам гости когда я открываю эту посылку ребята сбивают с ног сбивая с ног запах дорогой кошерной туалетной воды я блин понять не могу что за фигня такая перерыл всю коробку думал может рома какой презентик там бросил таки нет нету ничего я пишу роме я говорю рома в чем проблема почему так пахнет все так вкусно так что что случилось он ведь я только что побрился по прыгнул с автошейвом fine это платинум платинум и дишин да или нет просто платинум черный и горит вот так вот запах вероятно тебе туда и попал но сами понимаете что после такой пробу я загорелся я хочу этот автошейв на сегодняшний момент конечно им пока не располагаю но буду располагать обязательно но мыло платину и мыло fine у нас уже есть 6 наименований которые я вам уже показывал сегодня начнем именно с этого платинум когда мы распаковывали коробочки вам говорю что запах мыло был настолько интересный что любила любимая меня заграбастала утащила в другую комнату и говорит давай будем нюхать вместе два из этой коробки она вытащила в том числе этот хватит разговаривать давайте уже пробовать пока я вам зубы заговаривал помазок уже все что нужно впитал сейчас мы лишнее встряхнем вытащим нашу супер-пупер китайскую чашечку за 300 рублей и поставим она уже тоже нагрелась не думаю что это мыло нужно смачивать оно такое на ошибка твердо это не походит помазок велик вот видите его пальцами прижимаю я делаю это специально я боюсь что он расщеперится но может быть я зря так делаю давайте не буду так делать попробую его загрузить так это что такое нет это что-то не волосок запах мыло похож на туалетную воду но туалетная вода конечно же гораздо так более концентрирована пока я не вижу чтобы пена сильно проходила помазок верхушка уже загрузилась ну так и без воды это в принципе естественно смотрите что у нас на руках здесь вся крупная дисперсия внизу а то что с минимумом воды во что превратилась так давайте пока временно уберем в сторону такая она вкусная что жалко ее смывать так помазок тоже поставим в чашку а теперь давайте колдовать добавим чуть-чуть воды вот так наверно даже что то там началось да магия папюро ребята помадок от симпсон чубе 3 особенно вот таких вот размеров размеров манчжурец но это конечно у него схожая повадка хотя манчжурец от зенита гораздо меньше по размерам но он сам вот так вот на раскоряк ушел и забирал все в себя этот делает то же самое несмотря на это все таки какие-то крохи он выдавливает наружу и смотрите эти крохи вот так вот ободком таки я думаю что все ну ставить этот помазок сами понимаете тоже смысла нет потому что он и без пены так стоять будет ну все так ты вот он все в себя сожрал ребят мне вам даже показать нечего ну разве что вот так вот отлично пока радует посмотрим что будет дальше будем без пришеева так простенько спокойно мыло не досбил это я уже вижу и вот сейчас это даже хорошо и вот сейчас на лице мы его доведем до нужной нам кондиции никакой бородки мы сегодня оставлять не будем помазок на лице костяк есть соплей не назовешь точно сопля рядом не проходила а тот же самый точечный массаж что и у зенита знаете ребят полное ощущение что намыливаешь лицо не неверное решение намыливаешь лицо чем-то большим таким мощным все таки 28 с половиной ребята размер чем-то это да ну что шестерочка с визером поехали а секс к Парни уже есть что-то комментировать, но я пока воздержусь, пока воздержусь, потому что... Помазок работает, прям на удивление. Такое ощущение, что он везде, что он сразу все лицо захватывает. Укроистость пены понравилась, скоржение просто великолепное. Укроистость пены. Укроистость пены. Да. Почему-то возникло желание омолодить слегка. Без всякого добавления мыла, просто водички чутка. Да, совершенно верно. Вот смотрите, чуть-чуть воды добавил и уже структура поменялась. Значит, первоначально я делал слишком много воды, не дозбил, пока я вот это вот все на лицо наносил. Судя по всему, все, что впиталось в помазок, вода ушла, в ческатле вообще ничего не осталось. Когда я второй раз наносил, мне показалось, что было тонковато. А вот сейчас чуть-чуть воды и, посмотрите, картина кардинально изменилась. Посмотрите, какая структура. Да, ребята. Да. Ну, пожалуй, на этом можно было бы уже остановиться без всяких добривок. Но все-таки вот где-то по привычке, где-то стремление к идеалу играет свою роль. Я люблю, чтоб ни сучка ни задоринки, чтоб там ни за зацепочки вообще ничего не было. Сейчас последний раз пройдемся. Ну и чем же нас удивит помазок и мыло? Как вы видите, в скатле ничего нет, в чашке. А что у нас есть здесь? А вот что у нас здесь есть. Вот такие, брат, дела. Ну, ты отцепишься уже, нет? Ребят, хоть и похоже на какашку, но это не вызер, это бомба. Ну, молодец, мистер Файн. Молодец, дай-ка я себя еще побалую так. Запах несколько слабже, чем от самого мыла, но тем не менее он остается. Все, все. Сейчас, ребят, дайте мне смыть все это до грища и мы с вами вернемся. Ну, осталось посмотреть, что у нас за подарунок от Севы. Ребят, посмотрите. Комментарии уже строятся, я уже знаю, что я скажу. И... Фух. Мама дорогая. Ну, рома делает свое-то дно туго. Здесь и какой-то ямайский ром. И какие-то специи еще. Это, это юга. Причем юга не простые, а юга какие-то вот связанные вот именно вот Бразилия, что-то вот такое. Вот специи прям прут. Ну, не восточные специи, а вот именно южные специи. И так все это какой-то терпкостью, какой-то пряностью вот это все так вот завязано. Возможно, какой-то праздник, карнавал. Мира. Что-то такое вот, знаете, прям... Мир... Мир... Может, это и есть Мира? Может, вот запах какой-то есть такой вот прям вот интригующий, интересный. Флакончик хороший, много вытрясти вам не даст. Так, я так и думаю, что перед употреблением нужно сбалкивать, потому что у меня разделены две фракции. Светлая и вот эта коричневая. Но мы сейчас это исправим и все это смешаем. О! Водиколон! Ой! Алкоголь! Ребят, знаете, если вам нравятся какие-то вот такие непонятные, внутри джунгли, вот как в джунглях что-то. Вы зашли на какую-то поляну, а там полно растений, которых вы даже и знать-то не знаете нифига. И они фигачат. По дереву рубанули, с него смола побежала, и эта смола так пахнет, вы просто офигеваете. А вот это тот мир, вот как-то ни на что не похоже совершенно. Это какое-то буйство, буйство непонятных мне красок и непонятных мне запахов, но приятных, не отторгающих. Нет, ну не мускат, нет, какой нафиг мускат. Понимаете, вот что-то какая-то вот кора чего-то, порошок чего-то, корень чего-то. Это к кулинарии никакого отношения не имеет. Это знаете, это где-то вот между великим парфюмом, между великими изобретениями отдельных людей, которые вот что-то себе там делают, не арабские вот эти вот запахи, но где-то вот, что-то вот, арабские, ключевое слово, арабские. Вот где-то вот в ту сторону нужно смотреть. Но запах чрезвычайно интересный. На коже никакого следа вообще не оставляет, несмотря на то, что там какая-то вот коричневая субстанция есть. Легкая-легкая, какое-то маслице такое. Но оно негучее, оно не противное, и я думаю, что оно впитается достаточно быстро. Кожа успокаивает очень хорошо. Зачетно. Зачетно для меня... А, ну вот, я же вам говорил, видите, вон она субстанция. Вот она. Разделилась. Точно. Вот и все дела. Блин, вот чукча нет, чтобы сразу все смешать. Ну, ладно, зато вы теперь знаете, что это нужно смешивать. Зачет. По моей шкале ценности 4,5 несомненно. 0,5 балла сбросил бы только за то, что выбивается из канвы не мое. Вот, и я знаю, что есть любители этого запаха. Те, кто это возьмут, я думаю, если это будет любитель, он из 5, 7, 8 и 10 поставит. Потому что запах такой прям мух. Он не отторгающий. Он приятный, интересный. Точно знаю, не мой. Потому что любимая. Вот сейчас я не знаю, как она меня отсюда выпустит. И этот запах не зайдет. Но интересная штука, хорошая. Давайте по порядку, ребят. Давайте, наверное, с конца. Мыло. Мыло поставил бы, наверное, 4,7. За что? Мне показалось, что или я чего-то не понял, или я с мылом не доработал, или что-то с мылом. Потому что показалось, что я не могу сбить мне нужный объем. Показалось, что не могу нанести нужный мне слоем. И показалось. Почему говорю показалось? Потому что в конце, вспомните, мы с вами выдавили с помазка все. А там торчок вот такой. А мне почему-то показалось, что она нестойкая у меня получилась. Вот я хочу это развеять. Если я прав, на 4,5 так и останется. Если я не прав, законный пятак обеспечен. Потому что обеспечение скольжения в моем случае мне показалось на 4,7. Вот в связи с этими непонятками, которые я вам только что сказал. Внешний вид 5, запах 5. И то, как взбивается, и сама константенция. Вы видели, она прям такая вот, ну, безе, безе. Тоже 5. Поэтому с этим еще нужно разобраться. Помазок с куби. У нас, слава богу, есть чем разбираться. У нас еще 5 мыл осталось. Почему-то мне все время хочется его назвать с кубиду. Чуби, чуби третий. От компании Simpson. Ребята, это исключительное изделие по всем позициям. Он исключительный по размерам. Он исключительный по внешнему виду. Он исключительный по ценнику. Это где-то в районе, там, 300 евро. То есть, как бы, тоже так, знаете, штук-то дешевых. Мне он понравился в работе. Но слово «очень» я применять не буду. Потому что для меня это несколько большой размер. У меня есть знакомый, Сергей, если смотришь, привет тебе. Который от таких размеров фанатеет. Стой он рядом. Он сейчас сказал, что ты нифига не понимаешь. Отвали, отдай его мне. Это мое счастье. Я бы его понял. Потому что у него скатывал О. По мазке О. Я знаю почему. Потому что у него и агрегат О. И ему вот с вот этими вот маленькими. Все там вот стоять вот намыливать. Он берет вот такое. Два раза махнул. Все. Он готов. И побрился. И Серега счастлив. Для меня несколько великоват. Но это не умаляет ничуть его достоинства. Ребята, качество изготовления бомба. Просто бомба. Такую вещь держать просто в руках. Ну, это одно удовольствие. Работать с ним тоже одно удовольствие. Мне чутка, чутка показалось, что он все-таки аккумулирует меньше пены, чем тот же самый зенит. Возможно, это не так. Но сейчас мы по кругу все остальные помазки прогоним. И, возможно, у нас еще будет случай к нему вернуться. Но по пятибалльной, естественно, пять. Ребята, из-за уважения ко всему. Из-за уважения к качеству. Из-за уважения к размерам. К фирме наконец. К стоимости в конце концов. И к тому, как он работает. Тут не за что ставить минус. Свои хотелки. Нравится размер, не нравится. Я вынужден набрать в сторону. Потому что, ну, это никак не изменит качество помазка. На самом деле он охренительный. На самом деле он бомба. Ему пофигу. Нравится ему кому-то его размер или не нравится. Он сам по себе король. И он это знает. Ребят, ну, пятак. Однозначно пятак. Ну, вот мы и добрались наконец-то до Роквелла. Роквелл, Роквелл. Штука непростая. Появился-то непросто. Два канадских паренька посидели. Репу почесали. Молодые. Там 20-22 года. И подумали. А вот смотрите, ребята. У нас получается верхняя-то плита у всех станков одинаковая. А на самом-то деле нижняя-то разная. А вот что? Если бы как бы вот так бы. И получилось бы вот так бы. И вывернули все по-своему. Разработали. Измеряли. Ходили. Трогали. Шупали. Все рисовали. Чертили. Потом пришли на производство. Там айда всех донимает. Ребята вот как это, как кто. И по итогу у них рождается идея. Идея, которую они оформляют на Kickstarter сайт. Где каждый человек может разместить свою идею. Собрать стартовый капитал. Они рассчитывали за 28 дней собрать 50 тысяч. Хрен то там. За пару-тройку дней они насобирали почти сотку. И все. И производство поперло. Но все было не так прекрасно, как на этом сайте. Потому что получилась первая серия. Не вся. Были станки, которые людям на самом деле заходили. А были такие станки, которыми бриться было невозможно. И люди плевались. Потому что драло так, что мама не горю. У людей было ощущение, что им волосы выдергивают. Естественно, начали искать в чем не то. Что не так. Нашли. Стали исправлять. Стали исправлять. И вот эти станки первой серии изымать. Уже. У тех людей. Возврат продукции. И менять на новые. И тоже не все так просто. В первой серии, кроме качества, была еще непонятка с коробками. Потому что там поперек коробки ложили запасные плиты. А уже поперек этих плит ложили сам станок. И когда станок отправляли, естественно, он херачил по этим плитам. И когда человек открывает новый станок, за который отдал 100 баксов. И говорит. Идрит Мадрид. А это что? А это как? А вот такие вот умные канадские ребята. Станок хороший сделали, а коробку не подумали. Но. Исправили это. Новую редакцию не только станка, но и коробки вы тоже же увидели. И на этом все не кончается. Когда стали вот эти вот перетрубации со второй серии. Стали все это выпускать. И почему-то приоритет отдали своим, континентальным. Которые живут в Северной Америке. Европа и Россия. Идите лесом. Ребята вплоть до этого лета бодались, пластались, там рубились. Пришли мне. Дай мне номер трека. Там столько бодалов было, что мама не горюй. Какие-то единицы получали. Какие-то единицы плевали. Стали от него отбрехиваться. Но. Слава Богу, это прошло. Сейчас его можно спокойно купить. И не только на родном сайте. Но и на некоторых других. Вроде бы кончилось. И теперь много народу может его попробовать. А что же собственно пробовать? Ребят. При этом весе. Я привык брить со станками 50-60-70 грамм. При этом весе я ожидал отторжения. Его не было. Он мне в руку лег как литой. Веса я не замечал. Я прекрасно понимаю, что он тяжелый. Но это такой тяжелый, который мне зашел. Реально зашел. И вот сегодня смотрите, что произошло. Мы с вами поставили плиту шестую. По идее ее позиционируют как самую агрессивную. То есть ближе куда-то там к 41-й голове. Ребята, это не 41-я голова. Бреет как 41-я. Тут я согласен. Потому что вот сегодня то, что я прошел на физере. По качеству оно примерно сопоставимо с 41-й головой. Но с гораздо меньшей агрессией. Меньшей. По агрессии это не 41-я голова. Я понимаю Александра, что он бреется на постоянку на четверке. Потому что постоянно на шестерке это как бы чересчур агрессивно. И тем более вы видели, какие у меня заросли сегодня были. Что же сделал этот станок? Да ему пофигу на эти заросли. Здесь Физер. Здесь Ракул Разор 6С. Ты когда ставишь его, просто опускаешь вниз и под своим весом он прет как бульдозер. Не грейдер. Он не выворачивается комними. Он просто как бульдозер верхний слой снимает. И у меня вся вот эта вот щетина, она и посыпалась. Ее и не стало. И причем, когда вот здесь вот проходил там где мало было. Стал заходить сюда где много, потому что бородку оставлял. Он чуть-чуть всего лишь притормозил. И здесь пришлось проводить всего лишь на один раз больше. По сути, он фигачит под своим весом. По сути, я чувствовал, что пораниться им очень-очень непросто. Прощает ошибки, даже если ты не так поставил станок. И вот в связи с этим, конечно же, для новичков это был бы просто подарок, просто бомба. Но по такой стоимости, ребят, я не знаю. Не каждому новичку скажешь, иди вон братан за 100 долларов бери станок и будет тебе счастье. Но, если бы у меня кто-то спросил, хочу ли я такой, да, хочу. И со временем я его обязательно возьму. Потому что его сравнить не с чем. Вот сейчас шестую плиту я не могу ни с чем сравнить. Мне вот на ум-то такого не приходит, потому что все остальные как-то выглядят совершенно иначе. Я не хочу сказать, что я забуду про все остальные станки. Но вот этот, он особенный. Он бреет по-другому. Я думаю, чтобы более-менее разобраться в нем, насколько он особенный, давайте сделаем так. Давайте забьем на следующий раз, чтобы повредимся этим же самым станком, но уже на четверке. Чтобы как-то сделать разрыв побольше от шестерки. Было бы интересно, например, вначале шестерка, потом тройка. Давайте пускай будет тройка, а после тройки единица. Тогда мы как раз вот точно посередине ударим. Вот два следующих обзора будут следующий на тройке и следует второй на единице. Может быть это нам как-то поможет с ним разобраться. На самом деле, лучше ли это станок в мире или нет, я не знаю, ребят. Интересный? Да. Исключительный? Да. Качественный? Да. Бреет охренительно? Да, конечно, да. Но есть еще вопрос. Би-Би-Эс один. Он у нас тоже есть. И мы им тоже побреемся. Сравнить пока не могу, потому что я его держал только в руках, но бриться не брился. Смогу ли сам ответить на этот вопрос, побрившись двумя станками? Не знаю, ребят. Вы сами прекрасно понимаете, что в этом мире все настолько индивидуально и относительно. Так что, ну, поживем, увидим. Пока говорить рано. На этом, наверное, разрешите с вами попрощаться. Густой, душистый, запашистый. И до следующих встреч. С вами был я, Вадим. Берегите себя. Берегите своих близких. Пока-пока.